Жители Алтая начали демонстративно резать карты Сбера после стычки Германа Грефа с таксистами. Карту Сбера уничтожаю, все счета Сбербанка закрываю. Гудбай, прощай, Греф, тебе нет места на Алтае. Видеозапись перепалки главы Сбербанка с таксистами появилась 8 июня в телеграм-канале Сибирский экспресс. Вы кто такой? Убирай машину отсюда быстро. Мы ими при этом. Тут банда какая-то. Это что тут банда? Ну потому что. А почему вам банду? Ну где нам вставить? Ну где нам? Что это такое? Посмотри на него. Винвежи, не придут тебе сеть в машину. Качество звука в видео не очень хорошее, поэтому резюмирую. Греф грубо отчитал таксистов у аэропорта Горноалтайском. Топ-менеджеру не понравился, в частности, внешний вид водителей, которых он назвал бандой. Его прямая речь. А вы что в трусах здесь стоите? Собрались все. Вы кто такие? Для таксистов нужно сделать отдельное место. Убирай отсюда машину быстро. Обратился он к одному из водителей. После публикации видео появилась информация о том, что Jet Embraer Legacy 650 в ночь на 8 июня вылетел из Петербурга, где Греф участвовал в Международном экономическом форуме. И около 8 утра приземлился в Горноалтайске. История полетов этого борта на сайте Flightradar совпадает с известными перемещениями Грефа за последнее время. В итоге начался легкий, скажем так, холивар. За Германа Оскаровича заступилась Ксения Собчак. Сначала этот подвид мужчина летом в майке, алкоголичке, шортах и шлепках выгнали из Сочи, а остальных научили ездить в штанах и хотя бы кроссовках. Но упорное меньшинство адептов культа мигрировало на Алтай и устроило там гнездовью любителей домино, семейных трусов и группы Бутырка. Прокремлевский политолог Сергей Марков согласился, что бомбилы-таксисты выглядят как криминал и ведут себя как криминал. Не дают нормальным таксистам работать в аэропортах. Ну а сторону таксистов занял, например, бывший депутат Саратовской Госдумы Николай Бондаренко. Элита во всей красе, угрозы, ультиматумы, хамство, вызывающее поведение на минуточку слуги народа. Так-то чувак работает на государственную корпорацию, типа народу служит. А здесь, видите, и банды обозвал, и команды немедленно убрать свои автомобили дал. И вот это вот его еще раз рот откроешься, и здесь больше никогда не увидят. Хотя Греф не уточнил, что он имел в виду, но я искренне надеюсь, что он имел в виду не увидят в качестве таксиста, а не что-то там другое. Тем временем журналист Александр Плющев считает, что видео с Грефом утекло от самого Грефа и было отчасти постановочным. Александр сейчас с нами на связи, подробнее эту тему мы с ним обсудим. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот прежде всего, может быть, раскроете немножко свою позицию, для чего Герману Грефу такая постанова? Ну, надо начать с того, что мы не очень понимаем вообще, могло ли такое случиться. Ну, сами подумайте. Герман Греф, глава гигантской корпорации, который может приказать все что угодно. Вот мы знаем хорошо этих людей, и ничего такого обычно не случается. Мы знаем, что они отправят какой-нибудь, причем даже не своего заместителя, а какого-нибудь просто шестерку, сказать, ну ты там разберись, и он разберется с теми, кто чем-то раздражает. Поэтому я, вот это первая нетипичная вещь. Вторая нетипичная вещь, то, что Герман Греф сам один, пусть из сопровождения охраны, которую, кстати, не очень видно, идет к бомбилам, у которых может быть все что угодно. Вот у него волына может быть, монтировка может быть, и все остальное. Вот, ну, Греф не такой человек, чтобы рисковать, пусть даже волоском своей пробки для того, чтобы вот, значит, как-то это сказать. И в-третьих, я совершенно исключаю, что охрана, которая его сопровождала, не увидела, как снимают, и не прекратила эту съемку, и не изъяла эту съемку. Ну, правда. Я из этого делаю вывод, что это утекло от самого Грефа. Теперь зачем ему это могло понадобиться? Я думаю, что ему это могло понадобиться для того, чтобы отвлечь от какой-нибудь другой истории, которая могла случиться с Сбербанком, с Грефом или еще чем-нибудь, которая выходила бы на медийное поле, но еще, может быть, не очень сильно вышла. Я предполагаю, что это могла быть история с гибелью актрисы в Екатерининском парке накануне, перед этим, значит, они там репетировали концерт, и понтон перевернулся, на котором они все были, и одна из актрис погибла в Борисовском пруду, 28-летняя девушка. И, возможно, что нынешняя история замыливает ту, по некоторым данным, которые я уже получил после того, как опубликовал свой курс, я просто угадал, по некоторым данным ту вечеринку, на которой они должны были выступать, организовывал, угадайте, кто? Так, Потупчик? Организовывал Сбербанк. Представляете? А, понял. И, да, про Сбербанк тут все понятно, но если мы продолжим эту логику, все-таки, в то же время за Грефа мы как раз знаем, многие заступились, почему я про Потупчик вспомнил, потому что она была среди тех, кто, во-первых, кто какое-то там мероприятие организовывал в рамках ПЭФ, а, во-вторых, она тоже за Грефа заступилась. Также я протестировал уже Ксению Собчак, протестировал уже политолога Маркова. Вот это тоже, в вашем понимании, продолжение все той же пиар-стратегии, пиар-расходовки или нет? Совершенно верно. Более того, продолжением вот этой пиар-стратегии, ну просто, это не пиар-стратегия, это просто поддержание скандала, и все. Включается Собчак, человек, у которого там несколько миллионов на аудитории, включается Марков, включается Потупчик, так сказать, у кого труба пониже, дым пожиже. Но еще и я думаю, что, к сожалению, в большом подключаемся и мы с вами, которые это на полном серьезе обсуждают. Вот я видел, что вы начали с того, что жители, значит, режут карты и все такое. Мне кажется, что это тоже, в общем, постанова какая-то. Я не совсем уверен, что жители вступились за бомбил, которых все ненавидят, реально. Пошли резать карты, на которые у них приходят пенсии и зарплата, и что, они пойдут потом в другой банк в городном Автайске себя оформлять, перекидывать туда деньги? Да вы помилуйте, я чего-то такого уровня протеста не припомню в России. Нам, как мне видится, эту историю дали, чтобы мы ее со всех сторон, не важно, за грех, против греха, за бомбил, за аэропорты, за Сбербанк и так далее, лишь бы мы ее обсуждали, лишь бы мы не обсуждали что-то другое. Вот о чем идет речь. И поэтому здесь и карты, и Потупчик с Собчаком, они все годятся. Ну и между тем, если мы предположим, что это все-таки настоящий какой-то конфликт, я бы хотел перейти к возможной реакции Кремля, уж не знаю, будет она или нет. Просто я уже немножко запутался в каких-то политических установках Кремля. Путин вроде часто рассказывает нам про элиту, которая должна состоять из ветеранов СВО, за ним повторяет его двоюродная племянница, говорит, что заботится о бедных, когда поднимает налоги. И вот в рамках этой логики, заботы о, как принято в вульгарных обществах говорить, о глубинном народе, он может как-то, не знаю, публично отчитать греха, наехать на него за то, что тот пошел, значит, рамсить, зарубился с простыми мужиками? Ну, я думаю, это не уровень Путина. Это вот все равно, что, значит, грех пошел рамсить с мужиками. Это такой же уровень, как Путин начал разбираться с грехом за то, что он где-то там что-то себе позволил. Это, конечно, не... Он даже скажет, если даже ему зададут такой вопрос, он скажет, я не знаю там, что произошло, я не видел. И я думаю, что там все разберутся, там было какое-нибудь преступление, совершенно нет, а что вы тогда ко мне, значит, обращайтесь. Ну, мы понимаем, что уровень Путина – это как бы решение совсем других задач. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что сама по себе дискуссия такого рода, она никого не удивляет. Более того, сейчас в моде гораздо более жесткая лексика и гораздо менее культурный способ общения. Ну, посмотрите, как там Медведев общается, или там бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов и так далее. Они позволяют себе там, правда, в сторону Запада, но, в общем, это не так важно. Важно, что это вот такая питерская подворотня. И с точки зрения Владимира Путина, как мне кажется, там, в общем, нет... Не то, что состава преступления или там правонарушения или нарушения морально-этических норм, там повода просто нет. Ну, есть какая-то съемка, человек, похожий на Грефа, но где-то, черт его знает, какими мужиками в трусах. Почему об этом спрашивают Путина? Я думаю, что никакой реакции со стороны ни Путина, ни там Кремля, ни еще чего-нибудь не последует. Это, как мне кажется, операция Сбера. Она завершится точно так же неожиданно, как и началась. Ну что ж, будем наблюдать, но без особого такого внимания, чтобы не отвлекаться от более важных тем. Благодарю, Александр Плющев, журналист о конфликте Германа Грефа с алтайскими таксистами. Продолжение следует...